Валерий Николаевич Шацкий Здравствуйте, Валерий Николаевич Здравствуйте, дорогие рязанцы Большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли Рады, как всегда, вас видеть И ждем вашего рассказа Что же будет в новом театральном сезоне? Ну, я должен сказать, что 46-й театральный сезон Это как бы по официальному летоисчислению А так мы в душе-то ведем свое летоисчисление с 27-го года Когда театр кукол появился И он просуществовал в Рязани И он просуществовал где-то порядка 10 лет До 37-го года Это однозначно, потому что в газетах того времени Было описано, как отмечалось десятилетие Рязанского театра кукол А театр кукол к тому времени Это был не просто театр кукол Маленький, как сказать, самодеятельный А он ставил спектакли и для детей, и для взрослых И даже принимал участие в международной жизни Но сегодня мы отмечаем официально Пока 46-й театральный сезон открыт И открывать мы его будем, знаете, чем? Чем? О-о-о! А будем 14-го сентября Откроется 14-й международный фестиваль театров кукол Рязанские смотрины Вот мы в этом году его проводим Под таким девизом классики Потому что вечерняя программа Нашего фестиваля Да и вообще почти 18 театров 19 спектаклей И добрая, большая половина из них Это действительно спектакли Поставленные на классические произведения Видимо сейчас Вот в связи с тем, что Огромная масса Масс культуры Брызнула, не брызнула А поливает потоком со всех экранов Отовсюду И люди хотят обращения К вечному, к чему-то чистому Незыблемому К своим истокам К классике И поэтому И в театрах кукол Это движение тоже самое Как бы ощутимое И очень много постановок За вот последние два года Они сделаны на базе Классических произведений Здесь и у нас будет И Достоевский И Гоголь И Пушкин И Безе На музыку Безе Мориме Российская классика Зарубежная классика И классические сказки Для детей То есть это такой Огромный-огромный пласт Ну и естественно Театр кукол любит пошутить И поэтому Вот мы тут Посмотрите Тут на если вы видите На афише На нашей Там такой Как Такой Ну как бы Символ классики Это Лев Николаевич Толстой С Петрушкой Заигрывающий С Петрушкой Или Петрушка Заигрывающая С Левом Николаевичем Я даже не могу Точно сказать Хотя У нас такая Родилась даже Частушка Ой спою я вам Частушку Как Толстой Курил Петрушку Вот Но Вот такой вот Юмор Поэтому Но и фестиваль Сразу же Для нашего Театра Очень Такой Насыщенно Фестивальный Период будет Потому что Мы сразу же По окончанию Фестиваля Переедем В Мытище На фестиваль Чаепития Где покажем Наш спектакль Лиса и Медведь Который Уже получил На предыдущих Фестивалях В прошлом И позапрошлом году И премию За лучшую режиссуру И за лучшую Мужскую роль И за лучшую Женскую роль Вот мы Его Привезем В Мытище А потом Сразу же Из Мытищ Поедем На первый Международный фестиваль Театров кукол В Казани А после этого Еще Наш спектакль Демон Должен принять Участие В Московском Образцовском Международном фестивале Театров кукол То есть У нас такая Насыщенная Программа На следующий год Но я боюсь Честно говоря Делать какие-то там Планы И Говорить о чем-то Такое Озвучивать Как у нас сейчас Говорят Потому что Не случайно Есть пословица Хочешь насмешить Бога Расскажи ему О своих планах Так вот я не хотел бы Смешить тоже Наших дорогих Рязанцев Вот Рассказывать Но мы предполагаем Хотя как предполагать Вот мы пришли На сбор Труппы Там где Думал Встретиться И сейчас Начнем Репетировать Какие-то Определенные Спектакли И вдруг Бац Две наших Ведущих Актрисы Две Светланы Говорят Говорят Что мы Готовимся В очередной раз Стать мамами И вот тебе Как сказать На театре же Должен быть Внешний образ Соответствовать Тому содержанию Которое Надо заменять Надо Сейчас И театр Лихорадочно Занимается Вводами Восстанавливает Новые спектакли Приходится Заменять Спектакли Ой То есть Это такая Жизнь На фестивале Рязанские Смотрения Какие еще Будут участники Кто к нам Приедет Ну География Очень широкая Здесь Театры И из Сибири И из Центральной России И северные Театры И с юга Огромные Причем Театры тоже Разные Как сегодня Сейчас Есть Разные формы Театров Поэтому К нам приедет Допустим Из Сургута Там Маленький театрик Там Играет один актер И Кто-то Ему помогают Это такой Определенная Такая форма Муниципального Театра Который существует Потом Есть театр Допустим Из Омска Приезжает Это театр Который Огромный Он почти В два В три раза Больше Чем наш Театр С труппой С большущей Там То есть Это Другой Театр На мой взгляд Очень интересный Предстоит Фестиваль Очень интересный Тематический Должна приехать Должна приехать Комиссия Которая Будет смотреть От золотой маски На спектакль Наш спектакль Преступление То есть Пардон И наказание По Достоевскому То есть Такая Веселая Работа Происходит В театре И серьезная И глубокая И в то же время Озорная И веселая А помимо спектакля И наказания Какие еще спектакли Нашего театра Примут участие в фестивале Мы покажем Два спектакля В отличие от других театров Которые будут показывать По одному Но мы как хозяева Покажем два спектакля Это спектакль Как я уже говорил И наказание По Достоевскому Спектакль Постановки Олега Жужды И Спектакль Солнышки И снежные человечки Это Предпоследняя Работа театра В прошлом году Это спектакль Для самых маленьких На малой сцене Постановка Валерия Скиданова А в новом сезоне Вы готовите Какие-то премьерные спектакли Можете уже Об этом рассказать Ну конечно Не очень-то бы хотелось Об этом говорить Потому что Вот ее Хотели поставить По сказкам Писахова А получается Уже никак не поставить Потому что Вот вы были люди Но мы будем делать Наверное Сейчас спектакль До нового года Должны будем выпустить Спектакль Который называется Несколько странно Про того Кто ходил Страху Учиться Ведь Казалось бы Что такое страх Страх надо бороть Страх надо побеждать Там и прочее Но это ведь ужасно Если ты ничего не боишься Не только потому Что Ты сам ничего не боишься Тебе просто Не за что бояться А если тебе Не за что бояться Значит Тебе нечем дорожить Так ты не боишься Ничего потерять Значит Ты никого не любишь Потому что Самое страшное Это Если что-то случится С твоим родным Или близким А если ты этого Не переживаешь Значит Тебе не дано Понять Чувства Любви А ты без этого И не человек вовсе Если ты не можешь Сострадать Сочувствовать Переживать Вот Ну такой сказочный На основе сказки Братьев Гримм Поэтому Вот такая Где мы тоже Хотим использовать Новые технические Средства Которыми Театр оснастился За время Вот Ремонта Спасибо большое Валерий Николаевич Мы будем с нетерпением Ждать открытия Нового театрального сезона И ваших премьер Спасибо Мы надеемся Что Как сказать Не подведем И оправдаем Надежды Наших Рязанцев Мы вас всех ждем На наши Спектакли Ну а я напомню У нас в студии Был художественный Руководитель Рязанского театра Кукол Валерий Шацкий На этом наша программа Подходит к концу Желаем вам всего Самого доброго До встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин